Всем привет! Рада видеть вас на моем канале. Сегодня мы поговорим о том, какие есть экспресс-средства для того, чтобы быстро передать лицу свежий отдохнувший вид. Все, что нам понадобится, набор простых средств и примерно полчаса нашего времени. Я расскажу о тех средствах, которые у нас в основном под рукой, и то, что можно сделать для лица быстро и просто. Сегодня мы на моей кухне, будем колдовать здесь, так что давайте начнем. У нас практически у всех бывают ситуации, когда накануне пришлось работать допоздна, или кости засидели за полночь, а утром опять ранний подъем, или просто необходимо хорошо выглядеть для какой-то важной встречи. Кожа, естественно, выглядит уставшей, поэтому для того, чтобы взбодрить ее и подготовить к лучшему восприятию ухода, нам нужно улучшить циркуляцию крови в верхних слоях нашей кожи. Одним из самых лучших способов для этого является контрастный компресс. Мы берем несколько кусочков льда и затем уже, в зависимости от того, насколько вы спешите, либо делаем эту процедуру в душе, проводим кусочком льда по лицу и потом подставляем лицо под горячую воду душа, либо просто берем полотенце для лица и смачиваем его в горячей воде и повторяем ту же самую процедуру, но только уже вне душа. Чередуем холод кусочком льда и горячий компресс. Это чередование нужно повторить, по крайней мере, до пяти раз. При этом смотрите, пожалуйста, чтобы вода не обжигала, но чувствовалось ее тепло в контрасте с холодом кусочка льда. Поэтому, в принципе, должно быть хорошее, приятное чувство контраста, холода и тепла, для того, чтобы кожа переключалась у нас с холодом на тепло и тем самым улучшалась циркуляция крови. Следующим этапом тонизирования нашей кожи является применение легкого скраба или любой пенки для умывания со скрабирующими частичками. Такое применение скраба поможет не только освежить и очистить нашу кожу, но с его помощью мы также сможем сделать и легкий тонизирующий разглаживающий массаж для лица. Движения, конечно, должны быть мягкими, нетянущими и не слишком близко к области вокруг глаз, который скраб не нужен. Потом все это смываем водой. И мой совет, ополаскиваем лицо любой минеральной водой, либо прохладной, либо комнатной температуры. Такое применение минеральной воды не только смоет остатки нашей водопроводной воды с лица, но и даст дополнительный уход от такой чистой минеральной воды. Здесь я хочу сделать маленькое отступление от темы лица и сказать, что для свежего вида также очень важен общий тонус и общее настроение. Поэтому держите под рукой в душе какие-то средства со свежими бодрящими запахами. У меня есть шампунь с айвой и шампунь с альпийскими травами. Я всегда их использую тогда, когда мне хочется поднять настроение и придать себе бодрости. Также хорошо иметь в запасе какой-нибудь кофейный скраб для тела. У кофе известный тонизирующий эффект. И просто нанести немножко этого скраба на ленью декольте, на руки, на животик. И для многих это уже будет как свежая чашка бодрящего кофе утром. Все это в принципе наша обычная рутина. Ничего особенного или дополнительного. Просто выбор продуктов будет немножко другим. Он будет направлен на общее ощущение свежести и бодрости, которое, конечно, передаст и нашему лицу. После умывания и массажа следующий этап это маска для лица. Самым простым вариантом здесь будет тканевая маска. Их всегда можно купить заранее для таких случаев. Тогда они всегда у вас будут под рукой. Просто накладываем маску на лицо. И эти 10 минут, пока маска действует, можно дальше собираться и заниматься своими делами. Для нашего случая экспресс-ухода я советую взять какую-то простую маску с увлажняющим компонентом, либо с витамином С. Нам нужно дать коже быстрое, хорошее средство. Они что так не радуют кожу лица, как увлажнение. И это касается любого типа кожи. На такие случаи держите дома маски, которые вы знаете, что они действуют очень хорошо для вашей кожи, что ваша кожа хорошо среагировала на эти маски. В принципе, на рынке есть огромное количество всевозможных увлажняющих масок. Маски с витамином С. Поэтому найдите свою и уже держите эту маску в запас для того, чтобы использовать для таких случаев. Есть также маски, которые имеют ярко выраженный лифтинг эффект. Для меня такой маской стала гидрогелевая маска доктора Джарта. Это увлажняющая маска. Я делала на нее обзор в своем инстаграме. Я должна сказать, что на меня эта маска произвела просто невероятное впечатление. У меня было два дня подтянутое гладкое лицо. И эту маску я себе отметила, когда мне нужно выглядеть прекрасно и иметь безупречное лицо. Так что одним из вариантов экспресс-ухода после умывания и после массажа является тканевая маска. Для тех случаев, когда под рукой нет хорошей тканевой маски, посмотрим, что же можно самим быстро приготовить на скорую руку. Для быстрого тонизирования кожи, для ее подтягивания прекрасным средством является яичная маска. Для комбинированной кожи мы берем за основу яичный вилок. Для нормальной и сухой кожи мы берем целое яйцо. У яичного белка прекрасный лифтинг эффект. Для комбинированной кожи эта маска не только подтянет кожу, но также еще и прекрасно придаст матовость лицу. В взбитый белок добавляем немного лимонного сока. Держать такую маску нужно около 5 минут. Она достаточно быстро подсыхает. Также в взбитый белок можно добавить немножечко огурца, натертого на терке. Все это вместе смешиваем и тоже держим порядка 5 минут. Также в взбитый белок можно добавить немножко мелкой овсянки. Для нормальной и сухой кожи делаем экспресс омолаживающую маску. Во взбитое яйцо добавляем ложку меда и держим маску порядка 10 минут. Все смываем водой и потом ополаскиваем прохладной водой, минеральной лучше водой. Или можно потом после этого провести еще раз кусочком льда, для того, чтобы закрыть поры. И опять еще раз взбадриваем верхний слой кожи лица. Теперь займемся областью вокруг глаз. Из простейших быстрых средств убрать при пуплости под глазами являются патчи. Их можно также наложить одновременно с тканевой маской. Соответственно, да, мы сначала накладываем наши патчи и сверху накладываем тканевую маску. Я советую брать гидрогелевые патчи с увлажняющими компонентами. У меня есть патчи с огурцом. Также продаются патчи с алоэ, с ласточкиным гнездом, с морским огурцом. В общем, у кого что есть. И это одно из самых лучших средств для области под глазами. Альтернативой готовым патчам являются те патчи, которые мы можем сделать сами. Нам понадобится два ватных диска и пара ингредиентов, которые найдутся на любой кухне. Первый вариант. Делаем компрессы из зеленого чая. Зеленый чай этонизирует и регенерирует кожу. Поэтому завариваем чай к завтраку и немножечко, да, отставляем небольшое количество в сторону, для того, чтобы чай приобрел теплую комнатную температуру. Соответственно, потом, когда чай, да, уже у нас нужны температуры, опускаем на него ватные диски и прикладываем к глазам. Второй вариант, это уже для любителей кофе, это кофейный компресс. Соответственно, да, варим себе чашечку кофе и немного оставляем в сторону, для того, чтобы кофе у нас остыл. Кофе должен быть без сахара. И, соответственно, делаем компресс уже с кофе. У кофе известный этонизирующий эффект. И другая способность кофе, он уменьшает объем мелких кровеносных сосудов нижних век, тем самым сокращая пигментацию под глазами и эти самые темные круги. Соответственно, с такими компрессами необходимо, конечно, немножко полежать на диване, да, для того, чтобы патчи держались, или, да, эти ватные диски держались на глазах. Так, альтернативой является вариант, когда мы берем более тоненький ватный диск, разделяем его напополам. У нас получается вот два вот таких вот маленьких как бы патча. И уже смачиваем либо в чай, либо в кофе. И тогда эти тоненькие патчи, они могут хорошо прилегать у нас к области под глазами. И сверху уже можно наложить нашу тканевую маску. Так что у нас все это будет действовать в комплексе. Еще один вариант для быстрого уменьшения отечности вокруг глаз. Вот такая многоразовая охлаждающая гелевая маска. Я держу свою в холодильнике, вот в такой вот пакетике. Охлажденная маска наносится на область вокруг глаз. Она мгновенно снимает усталость, тонизирует и повышает упругость кожи. Отечность уходит и уменьшаются синие круги под глазами. Вообще эта маска это отличная вещь для быстрого приведения кожи вокруг глаз в тонус, для, так сказать, открытия глаз. И эта маска является просто великолепным средством. Эту маску также можно использовать и как согревающее средство. нанесение маски увеличивает кровоток и тем самым обеспечивает дополнительное питание верхнего слоя кожи. И за счет этого увеличиваются обменные процессы в клетках, что естественно благотворно влияет на кожу. Но применение разогретой маски нужно делать аккуратно при жирной коже, чтобы не сровоцировать еще большую активность сальных желез. А так это отличная и очень практичная вещь, как охлаждающая маска. Это вещь еще и универсальная. И она может спокойно лежать в холодильнике и ждать своего часа. Ну и заключительный этап. Накладываем свой любимый крем, что-то легкое под глаза, какую-то сыворотку и макияж. С помощью макияжа можно придать лицу свежесть и здоровый вид, как бы вы себя не чувствовали. И тут нам поможет, конечно, немножечко тон, какая-то сияющая пудра, немного румян и какого-то нежного хайлайтера. Это минимум, наверное, на который согласятся даже те из нас, кто вообще предпочитает не пользоваться макияжем. Но мы здесь говорим об исключительных случаях. Здесь уже все средства хороши. Мои любимые хайлайтеры на тот момент, когда мне хочется какого-то просто легкого сияния. Это хайлайтер от MAC. Бека, здесь вот этот вот, да, знаменитый, этот аметист. И сияющая пудра от Guerlain. Она совершенно божественная и дает, конечно, совершенно какое-то невероятное сияние. Плюс обязательно немножечко румян, потому что румяна на щечках дадут нам то вот самое непередаваемое ощущение, как будто мы только что пришли свежие и румяные с мороза. Ну и, естественно, бодрящий чай или кофе, пока мы собираемся, потому что все должно работать на наш общий тонус, который, естественно, и передается лицу. Ну вот, в принципе, наверное, весь набор простых средств, чтобы быстро дать коже отдохнувший вид и сделать ее яркой и сияющей для нового дня. Я вам всем желаю всегда быть свежими, красивыми и не забывайте улыбаться. Улыбка освежает лицо при любых ситуациях. Подписывайтесь на мой канал. Всех обнимаю и до встречи в новом видео.